Капитальный ремонт, который должен был быть сделан еще в прошлом году, севастопольские чиновники надеются завершить в августе этого года. По новой программе планируют отремонтировать 549 домов, в которых проживает 75 тысяч человек. Чтобы в этот раз успеть освоить средства, работа правительства по организации ремонта должна начаться уже сейчас. Я сегодня призвал уже город буквально завтра начинать. Можно уже даже без заявки фонд проводить конкурсную процедуру для определения подрядчиков, для производства работы. То есть, на самом деле, я думаю, в ближайший месяц все процедуры пройдут, но я думаю, в августе уже работы должны в конце августа начаться. Для формирования очередности объектов на капитальный ремонт данные о домах должны быть внесены в единую информационную базу фонда. Пока там есть только половина. Не хватает информации по реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. По словам городских чиновников, правительство уже присмотрело для этого 116 квартир на вторичном рынке. И до конца года программу должны закончить. Генеральный директор фонда предупредил местной власти об ответственности регионов за невыполнение целевых программ, несоблюдение сроков их реализации. Финансирование уменьшается на сумму штрафов. По программам переселения, допустим, которые сегодня там подписаны соглашением между Министерством строительства и регионом, там предусмотрены достаточно большие штрафы. Допустим, 5000 рублей за каждое жилое помещение в день просрочили на месяц, значит, за одно жилое помещение заплатить, соответственно, миллион 500. Взносы на капитальный ремонт жилого фонда для севастопольцев станут обязательными с 1 июля 2016 года. К этому времени правительствам должны быть определены тарифы. Но и после этого государственные субвенции на капитальный ремонт жилого фонда будут выделяться. Ирина Саркисова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Продолжение следует...